Что-то взять на вооружение и самим предложить свои эффективные наработки. Сегодня в Чебоксарах состоялось расширенное собрание членов Ассоциации городов Поволжья. На этот раз его темой стали строительство домов, социальных объектов, благоустройство дворовых территорий. До официальной части главы соседних регионов успели посмотреть, чему можно поучиться у чебоксарцев. Знакомство с чебоксарами члены Ассоциации городов Поволжья начали с посещения микрорайона Садовой. Гостям показали и рассказали, как осваивается эта территория и что здесь появится в будущем. Опыт застройки такой обширной площади, да еще и за довольно короткий срок, заинтересовал глав администрации соседних городов. Особенно то, что сюда расселяют в том числе жители из ветхих и аварийных домов. А эта проблема актуальна для большинства российских регионов. Я хотела взять себе заметку, для астраханцев, конечно. Для нас проблема это ветхоаварийное жилье. Я посмотрела, какие у вас комплексные застройки территории идут. Массовые застройки, но по 200 гектар земли застраиваются, конечно, это дорогого стоя. Вот перспектива с такими микрорайонами, чтобы ушли точечные застройки. Поражает масштабность, масштабность того же благоустройства, масштабность строительства жилья. И при этом такого комплексного подхода к строительству жилья, где есть и спортивные площадки, и детские площадки, и место для взрослых. Главам администрации волжских городов показали и единственный пока в микрорайоне детский сад. Он же и самый востребованный. Садик рассчитан на 240 детей, но принято 300 воспитанников. Дошкольное учреждение Непоседа открылось в январе этого года. Его строительство обошлось в 139 миллионов рублей. В быстрорастущем садовом планируют открыть еще несколько детсадов и школу. Важно то, отметили члены ассоциаций городов по Волжье, что социальные объекты возводятся при тесном сотрудничестве бизнеса и местных властей. Это позволяет решить многие проблемы. Реализация задач, которые поставлены в указах президента, она возможна только в партнерстве. В партнерстве бизнеса и власти, прежде всего, при поддержке гражданского общества. В этом мы убедились и на примере микрорайона жилой застройки комплексной, в котором мы были. Видели детский сад, который, собственно, сделан частным бизнесом, но приобретен муниципалитетом. И вот это, я считаю, путь правильный города Чебоксар, что именно инвестор сначала строит, потом у него выкупает. Это практически можно будет предусмотреть в бюджете города на следующий год для того, чтобы выкупать эти детские сады, школы и так далее, все социальные объекты. Схема взаимодействия властей и бизнеса эффективно применяется и при строительстве нового полигона ТБО в Новочебоксарске. Он строится за счет денег, выделяемых из федерального бюджета, также городов Чебоксары и Новочебоксарск, и средств концессионера, которые привлекают в качестве инвестиций пенсионные накопления. В проекте участвуют НПФ, промоаграфонты и наследие. Здесь должны возвести целый мусороперерабатывающий комплекс по новейшим технологиям. Полигон должен заработать уже в этом году. На его территории планируют утилизировать твердые бытовые отходы со всей республики. Завершить экскурсию гостям предложили в мемориальном комплексе «Победа». Здесь главы городов почтили память участников Великой Отечественной войны. Возложили цветы к монументу воинской славы. Наталья Егорова, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.